Мы там отдыхаем, людям нравится. А мы люди современные. Чтобы такой кураж был. Как душа поет, так ансамбль, наверное, и все это похвалит. Мы по дому ходим и поем, иначе как-то это быстрее воспринимается. Бабочка, что ты делаешь? Успокойся. Я ребятик. Он очень талантливый музыкант. Наши домочадцы уже привыкли к этому. Мужья сопровождают. Очень дружный коллектив. Приднестровский край богат музыкантами разных поколений. Вот, к примеру, в Екатерининском парке можно на одной сцене встретить и совсем юного певца, так и уже опытных исполнителей. Мы решили сегодня пригласить вторых людей, которые точно знают, если вдруг мы собрались за одним общим праздничным столом, нужно что делать? Естественно, петь. Друзья, у нас в студии певицы народного ансамбля казачьей песни «Станица» Ирина Владимировна и Тамара Дмитриевна. Здравствуйте. Здравствуйте. Споем? Ну, можно попытаться. Так, готовы. Готовы, чуть-чуть попозже. Сколько поете уже? В принципе, мы поем всю жизнь, но в этом году будет 15 лет, как я уже в этом коллективе. А помогает музыка вообще по-разному? Конечно. Мы же приходим на репетиции, мы там отдыхаем, мы встречаемся, общаемся между собой. А уж когда у нас концерты происходят, мы общаемся с людьми, мы получаем их ответные радостные эмоции, людям нравится. Естественно, мы от этого удовольствие получаем. Ирина Владимировна, вы староста ансамбля. Мне просто интересно, что входит в обязанности староста, как, ну, в моем понимании, там, Н-ку поставил, там, пропуски какие-то, журнал там. Нет, Н-ки у нас нет. Посещение. Как правило, это решаются какие-то организационные вопросы. Либо, вот, допустим, перед каким-то концертом надо всех обзвонить, оповестить, чтобы не забыли что-то взять, допустим, шали, когда мы на улице выступаем прохладно. Либо меняется время репетиции, и, соответственно, надо всех оповестить. Но вы все-таки по старинке все, да? Нет какого-то, может быть, там, как современный, там, чат в Вайбере, там, всех собрали? Конечно, а мы люди современные. Нет, просто вы сказали, созвонить всех. И у нас и в Вайбере есть свой чат, и, ну, естественно. Я боюсь, что там происходит каждый день. Переписывайте. Чемпионы мира по открыточкам у нас эти вещи. Нет, нет, мы стараемся там не шалить, потому что за этими открыточками может потеряться нужная информация. Да, поэтому, естественно, периодически страничку я являюсь модератором, чищу и напоминаю народу, если хотите какие-то открыточки, то есть другие сети, а это у нас чисто рабочая. Рабочая история. Тамара Дмитриевна, что вы больше всего любите петь? Как звучит визитная карточка ансамбля «Станицы»? Ну, конечно, интересно петь старинные песни, баллады. Ну, у нас есть вот о казаках, когда казачка провожает мужа в поход. Ну, и вот такие песни очень значимые. Ну, и, конечно, любим песни лирические больше, конечно, веселые, энергичные, задорные, чтобы такой кураж был. Я была, когда у вас на репетиции со съемочной группой. Нет, не пела, слушала. Вы рассказывали мне о том, что у вас есть несколько любимых песен, вот конкретно, которые вам нравятся петь. У нас их много, ну, нельзя выделить. У нас много, да, очень много. Ну, такие, как есть «Береза», да, у нас такая лирическая. Есть композиция, без которой не обходится ни одна репетиция. Есть такое? Или даже ни один концерт. Это зависит от тематики концерта, куда мы выступаем. Ну, как по мне, музыка — это все-таки душа. Поэтому как душа запоется, так и ансамбль, наверное, и все это пошло. Музыка — душа, но есть такие лирические песни, которые, допустим, не исполнишь на улице, их не будет слышно, не та акустика. А они для помещения. Вот, допустим, мы поем за тихой рекой, у многих коллективов их поют. Она все-таки лиричная и душевная. И разбросала косы, и русы, и березы. Да, они даже, они поются еще и акапельно. Мы поем в сопровождении нашего руководителя Василия Витальевича Доброва. Ну, и поем и акапельно. Естественно, это другое звучание. Там душа, дыхание, там порыв, движение. Ну, по поводу вашего руководителя мы еще поговорим. Есть у нас несколько вопросов. Мне интересно, вот раз мы заговорили уже о том, что нужно вот внутри, душевно, вот так. У меня музыка связана, знаете, с чем? Вот идешь на кухню, и хочется уже петь. Вы любите, когда готовите, петь какие-то композиции? Конечно, поем. Мы так учим слова даже. Чтобы больше приготовить, какая песня нужна? Очень, ну, такая... Я честно могу сказать, что мы поем то, что вот нужно в репертуаре, особенно новые песни. Мы ходим и поем. По дому ходим и поем. Иначе как-то это быстрее вас понимает. Бабушка, что ты делаешь? Успокойся. Я ребятию. Я ребятию, успеваю еще сделать свои дела. Мы знаем, что у вас руководитель ансамбля. Это молодой баянист Василий Витальевич Добров. Расскажите о нем, как он справляется с вами. Столько шикарных женщин в ансамбле. Нужно же всех держать под чутким контролем. Ну, в общем-то, знаете, конечно, ему трудновато. Разница в возрасте это очень чувствуется, да? Но он как-то вписался очень быстро. Он очень талантливый музыкант. И как-то вот быстро он вошел, как в единую семью. Он с вами уже сколько лет? Ну, уже семь лет. Семь-восемь лет уже с вами играет. Я понимаю, что вы все исполняете акапельно, да? В вашем... Не только. Ну, припомню, баян и все или еще какие-то инструменты у нас есть? Баян. Нет, ну, есть еще шумовые. Шумовые, да. Мы приобрели тамбурин у нас есть. Есть музыкальный инструмент, деревяшечка такая. А кто на них играет, получается? Ну, тамбурином я пользуюсь во время исполнения. И у нас есть женщина, которая на деревяшечке, она звук цокота копыт издает. Ух ты, ничего себе. Но все-таки репетиция классическая, вот в классическом формате. Это баян и вы. Цок-цок. Баян и мы. Ну, это уже когда оттачиваются тоненькие грани. Если готовитесь к какому-то... У меня вот такой вот, знаете, душевный вопрос будет. Вот я понимаю, что дети, внуки, на все это ж нужно время. Готовки, закатки. То есть это все время, а еще и репетиции. Как вы все это успеваете? Ну, вот вы работаете, да? И успеваете? Да, я-то что, да. Я жена и все это поработал. А у нас мужья есть. Поработал, поработал, пришел домой. Которые нам помогают. Наши домочадцы уже привыкли к этому. Мужья сопровождают нас на концертах, помогают, поддерживают. Дети, внуки приходят на концерты? Конечно. Внуки учат с бабушками песни, поют? Очень даже поют. Мой внук так вообще даже вот есть такой вид казачьего такого искусства. Фланкировка. Я знаю. И он владеет одной сабли, двумя сабли. Это очень круто. Смотрите, я вижу, что вы пришли не с пустыми руками. Это грамотный диплом. Но, в принципе, мы не удивлены, что такой коллектив, да, и заслуживает почетных наград. Здесь фотографии об истории, коллектива, газеты. А меня вот интересуют вот эти вот штучки, шапочки. Или не знаю, что это. Ну, это атрибут нашего костюма. Как называется? У вас тоже есть. Она называется шлычка. Это обязательная. А как называется? Шлычка. Шлычка. Обязательный атрибут казачки. Издревле, истари, женщины прятали свои волосы под такие шлычки. Только девушки ходили с распущенными, с косами. А замужняя женщина должна была прятать волосы. Естественно, у нас это концертный вариант, они такие более яркие. А в быту мы брали обычный кусочек ткани, по краю продевали веревочку, и волосы прятали под эту ткань. А где такие шлычки можно приобрести? Это мы сами делаем. Это мы сами делаем. А костюмы как вы шьете? Костюмы казачки – это визитная карточка ее, прямо скажем. Как, в принципе, и у любого народа. У любого народа ансамбля, да. Да, у любого народа это все. Но это исторический. У нас исторический крой. Мы его где-то с 18 века, да, он как вошел. Да. Данные костюмы были пошиты давно. Создать народный ансамбль казачий мечтал Владимир Иванович Рябинский, атоман Черноморского казачьего войска. И с его посыла, у него желание такое было, казачье войско спонсировало, была закуплена ткань, и были в ателье пошиты костюмы. Ирина Владимировна, вы мне скажите, есть такая поговорка, пословица, народная мудрость, может быть, даже, на работу как на праздник. Вы на репетицию с таким же девизом ходите? Да, да, потому что, ну, сами понимаете, жизнь у нас интересная, сложная в общем плане, и зачастую обыденная. И когда идешь на репетицию, слушаешь живую музыку в первую очередь. Происходит разгрузка, да, такая, как сейчас вы заговорите? Мудрость, отдыхаешь душой, естественно, мы работаем, мы не просто так развлекаться ходим, потому что песни разного уровня исполнения, разного уровня сложности, и так как у нас в коллективе нету профессиональных музыкантов, некоторые моменты для нас, да, сложноваты, но мы работаем над этим, и в итоге у нас получается, ну, пусть не совсем шедевры, но мы стараемся. Когда приезжала к вам на съемку, вот, да, на репетицию, обратила внимание, что у вас очень дружный коллектив. Вот расскажите подробнее. Это бывают у нас обсуждения такие бурные, да, и споры бывают. Ну, это творческий момент. Как в семье. На баяне один раз руководители, цынь, второй раз, и все, успокоились. Да, такое тоже бывает. О чем можете поспорить? Ну, о том, что нравится песня, не нравится, как вот исполнить вот этот момент, и как ее донести до зрителя, это всегда у нас обсуждение идет. Предлагаем, да, какие-то интересные моменты, чтобы мы не просто стояли, как истуканы, а чтобы было движение. Вы же танцуете еще, когда боете. Да, ну, это мы так немножко ввели новинку, чтобы более интересно было, чтобы разнообразить. Тамара Анатольевна, раз мы заговорили уже о выступлении, об исполнении, где в скором времени можно будет вас услышать, ваш коллектив? Пятого числа в «Современнике», пожалуйста. Мы, правда, там одну песню исполняем. Естественно, невозможно. Там будет конкурс патриотической песни. Особенно муж мне говорит, ваш летучий отряд по одному звонку, пять минут, и вы уже готовы, как военные по тревоге. Поэтому дальнейшие планы мы не знаем. Спасибо вам огромное за душевную беседу. Вам, конечно же, творческих успехов. Хочется сказать до свидания, наверное, но ни в коем случае мы этого говорить не будем. Почему? Потому что мы вас не отпускаем. У нас для вас подготовлена интересная викторина. Прервем музыкальный праздник походом в музей IDC. Экскурсовод Катя Воронченко расскажет про историю самого первого мобильного телефона, подключенного к нашей сети. Смотрим.